Всем привет! Вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим только о хоккее. Меня зовут Павел Лосенков и давайте сегодня составим экспресс из трех матчей чемпионата НХЛ, так, чтобы он доехал туда, куда нужно. Сразу скажу, я беру в каждом из трех матчей тотал больше 4,5 в основное время, с надеждой на то, что эти матчи получатся более-менее результативными, 5 и более шайб. И вот какие это будут игры. Во-первых, это матч Рейнджерс-Коламбус. Рейнджерс играет дома. Рейнджерс перед этим провели два матча с Айлендерс, выглядели уверенно, одержали две победы. В первом матче дома выиграли 6-2, в гостях выиграли 3-2, хотя уступали по ходу дела. То есть Рейнджерс поймали такую уверенность и при этом они там отдыхали, по-моему, день или два. Будут достаточно свеженькие. Коламбус. Команда, казалось, достаточно закрытой, но выиграла у Нью-Джерси со счетом 5-0. Тоже достаточно такая уверенная в себе команда. Джон Тротарелло вывел ее в зону плей-офф. И они играют на следующий день на фоне усталости. У них такие амбиции будут и могут они где-то допускать больше ошибок, чем нужно. Поэтому я жду здесь результативный матч. Тем более там есть Артемий Панарин. Хлебушек в порядке и на нем держится вся атака Рейнджерс. Второй матч мы берем. Это Чикаго-Виннипек. Чикаго оказался отстоем в последние годы, но незаметно как-то набирает какую-то такую мощь. Ход, я не уверен, что команда будет играть в плей-офф, что она там зажжет. Но посмотрите, выигрывает. У Торонто в гостях со счетом 6-2. Это сильно. Большой тотал в этом матче. Виннипек. То есть Чикаго будет играть на следующий день, если не ошибаюсь, тоже на фоне усталости. Виннипек отдыхал один день, но Виннипек влетел со счетом 1-7 у себя дома. То есть, по-моему, попал под тампу. То есть тоже было много шайб. В первом матче мы Рейнджерс-Коламбус 1-32. На то, что тотал будет больше 4,5. В этом матче Чикаго с Виннипеком тоже 1-32. И здесь я тоже жду достаточно много голов. Самый рисковый матч из этой тройки – это Каролина играет с Айлендерс. Здесь коэффициент 1-45 у Фонбета. Но есть стереотип, что Айлендерс закрытая команда. И там всегда получаются маленькие счета. Но тут наоборот. Тут получается, что Каролина в последних 5 матчах забивала не больше 3 шайб. Были 2 гола забиты у Каролины. Иногда даже 0. Не получалось что-то сделать. Поэтому здесь как раз Каролина вызывает больше опасений. Но при этом там атака достаточно бодрая. И если я не ошибаюсь, они отдыхали день или два. Они будут достаточно свежие. Айлендерс играет на фоне усталости. Команда закрыта. Но посмотрите, они вели 4-1 у Вашингтона. И умудрились проиграть 4-6. То есть развалились в третьем периоде. И мне кажется, не хватает физики. Они, мне кажется, уже думают об этом звездном перерыве, где будут отдыхать больше недели. Перезагружаясь. И вот то, что им будет не хватать сил на третий период. То, что они играют сразу же на следующий день. С переездом в роли. Мне кажется, это должно тоже сыграть свою роль. Опять же будет второй вратарь Томас Грайс у них. И здесь я тоже жду, что может быть пробит Total 4,5. Конечно, есть большой риск. Потому что ставят 3 матча подряд. Но риск благородное дело, я по крайней мере так думаю. В сумме, если сложить все три КФА 1,32, 1,32, 1,45, получится больше, чем 2,5. Я бы рискнул именно так, составив экспресс-паровозик из трех вагончиков. О чем думаете вы? Попробуйте, пообсуждайте, подискутируйте. Канал РБ Хоккей к Вашим услугам. Там еще больше хоккейных прогнозов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам нужны ваши лайки. Всем в хорошем настроении. Хоккей, хоккей.